Зима пусть и неохотная, но все же уступает своей позиции весне. А в это время года в обновлении образа нуждается не только представительница прекрасного пола. На стрижку, а если точнее обрезку крон, к специалистам коммунальника большая очередь. В списке порядка 150 брестских адресов. По каждому из них в общем плане числится от одного до нескольких деревьев. Обрезка крон производится в наиболее благоприятный период, чаще всего с октября по апрель месяц. При этом специалисты различают целых три ее вида. Формовочная, санитарная и омолаживающая. У каждой из них своя цель. Санитарная обрезка может производиться в течение всего периода, в течение всего года. Она не ограничена проблемой, потому что это санитарное удаление вредителей, побегов, сухих ветвей, деревьев, которые необходимо под снос. То есть омолаживающая обрезка. Для обеспечения роста деревьев обрезаются старые ветви, удаляются ненужные побеги. Формирующая обрезка формируется крон. Это в основном отдельно стоящие деревья, где необходим эстетический вид, для принятия эстетического вида дерева. На текущий момент санитарная и омолаживающая обрезка крон была произведена на проспекте Машерова, улицах 17 сентября советских пограничников и Минжинского, а также точечно по отдельно стоящим деревьям. В центре города работу бригад. По данному направлению в ближайшее время можно будет увидеть на набережной Пушкинской и Ленина. По обрезку на данный период действуют 4 бригады. У нас 2 бригады, 3 бригады работают непосредственно с автовышек, автогидоподъемников, 2 бригады работают по земле, удаляя низкорастущие поросли и ветви. Обрезка деревьев производится при помощи средств новой механизации, при помощи бензопил, высотрезов и суторезов. Заявки формируются на основании претензий и заявителей как граждан, так и организаций и по итогу мониторинга нашей организации по содержанию растительного мира. Что же касается деревьев, которые и жили свой век, находятся в ненадлежащем, в том числе аварийном состоянии, то после предварительной санитарной обрезки они удаляются. Такая участь ждёт 10 старых тополей на площади Свободы. Они были серьёзно поражены, а милой – это кустарник-паразит, который растёт и существует за счёт других деревьев. После удаления на их месте будут высажены новые деревья.